Посмотрите, если мы делаем в стиле мусо, у нас большой меч, крайняя точка является средней фалангой безымянного пальца на вытянутой руке. Руки ложатся, правая ложится на сая, левая остается, вот чуть прикасается к рукоятке снизу. Без теннаучи, начинается с сая бики, кирио роши, дальше у нас идет любой вариант фури-кабури, маленькая пауза, кирио роши и в конце обязательно тео таки, чтобы локти были прямые. У вас руки максимально вытянутые. В недонрю я покажу, там другое совершенно расстояние. Если вы делаете йо-ка-чапури, чуть вперед и вбок, дальше вы вывели сая-те, положили аккуратненько, левая рука прямая, сая назад, сая вперед и навстречу левая рука. Закрыли суху кассера, встали, вернулись обратно. С перехватом на правую руку то же самое, чуть согнули колени, сая снимаем, йо-ка и чимонджи, фури-кабури, кирио роши, скорость примерно как я показываю, ни в коем случае не ускоряйте. Йо-ка-чапури. Йо-ка-чапури это дорезание живота противника. Нота. Вот здесь всегда проверяйте контроль. Видите? У вас меч должен с противоположной стороны стоять на центре тяжести. Тогда у вас нота будет как по маслу очень медленно. Видите? Это вот ключевой элемент. Если мы работаем в стиле нидэнрю. Значит чуть приседаем и немножечко даем упреждение. Вот совсем буквально на ладонь. Ну вот я говорю, русский стандарт. Надо на ладошку отодвинуть меч. Тогда у вас вполне хватает длины и меч разворачивается. И точно напротив глаза останавливается. Фури-кабури, кирио роши. От цука-кассера до живота кулак. Если в мусодзики-дэна-эссинрю мы вытягиваем его, то здесь мы бьем не кисаки, а чупкан. Среднюю часть клинка. И меч останавливается вот здесь. И от живота кулак. Короткое чапури. Как жазина прижали саи, положили горизонтально. И делаем ноту. И ч. И возвращаемся в исходную стоечку. И с переходом на вторую руку. Развернули саи. Оп. Фури-кабури. И рюроши. И опять здесь кулак. Видите? От живота. Короткое чапури. И тоже нота. Здесь проверяем всегда. Положили, меч должен на центре тяжести лежать. Аккуратно. Оно. Ура.